Welcome, welcome, welcome. У нас там какая-то ахинея вообще творится, честно, на заднем плане смотрел. Здесь счет уже 2-2. Ребята вроде сыграли в стандартный свап, но в итоге почему-то каждая из сторон решила дефать. И в итоге они просто разменяли адекери с саппортом за килл адекери, а здесь был тавер дайв, и они убили Ирэлью. Ну, короче, вообще, ребята, поинтересно вы сыграли эти свапы, но обычно так никто не играет, просто идут в стандартные свапы, и никто не парится. Но тут ребята решили играть до конца гейминг. Он даже здесь Афраму еще отменяет Зиг зачем-то ему рекол, сражается зачем-то с ним, теряет хп на ровном месте. Ну, с другой стороны, он Афраму позже дал с реколица. Но это другая игра, здесь у них счет 1-1. По теории, ЦЛГшники должны будут победить ПАД-шников сейчас, и по пикам тут видно, что ЦЛГ... Ну, у них все есть, у них есть дэмэдж, у них есть спритпушер, есть танк, есть инициация, в общем, все, что нужно, они взяли. Ну, а ПАД-шники надеются только на Аша и Лиза как-то вот так вот это все сыграть, но это про инициацию. Лейтгейм у них послабее даже, но и Лиза вот флэш схудни зато, ой, извините, схухи сняла. Ну, а тут у нас сейчас будет Фрогина команда продолжать, и я уверен, мы увидим с вами бана Неви, если мы не увидим бана Неви, то... 2ГГ для Тим Ликвидов, ну, если они еще не поняли. Но пока не банят Неви, может быть, на третий бан оставляют. Забанили снова Джакса, чего они так сильно боятся кейфошного Джакса. Третью игру подряд они банят Джакса от него. Ну вот, да, бан Неви, все, и улыбка сразу была кифа. Но это и улыбка, и скорбь, потому что без Неви результат этой команды удручает. С Неви у них пока 100% винрейт, без нее у них 1.10. Стандартные свапы идут все, но не эти. Да-да-да, эти не пошли. Влада забанили Азира и Рик Сайка, потому что Ферст Пик был у команды Тим Ликвид, и они решились отдавать Дардошу Рик Сайку. Давай, спокойной ночи, Нинсфер. Можешь завтра запись на Ютубе посмотреть. Может быть, что-то сверхъестественное сделать. Мат снова берет Барда. Да что же я их все путаю, Браума? У меня есть в Лиге Легенд два чемпиона, которых я путаю, и два игрока, которых я постоянно оговариваюсь. Я хуни всегда хухи называю, а хухи всегда хуни. Но это логично, здесь одна буква разница. А Браума я постоянно путаю с Бардом, что, в общем-то, не совсем логично. Букв тут много, но по какой-то причине я их постоянно тоже путаю. И еще один чемпион, это Кендретка и Каллиста, но, слава богу, сейчас ни Каллист, ни Кендреток мы не видим, и поэтому я не туплю и не ошибаюсь. И Лиза, Кес на Мэйне, ну ничего себе. Ну, да, ребят, ну, Бигома уже сегодня видели, на Карме так себе, а вот Кес на Мэйне будет играть. Может быть, он что-то покажет. Кес один из тех тоже игроков, который умеет играть на Элизе. Ура, ура, ура. С этой стороны, вроде бы, не было ни одного здесь Мэйна Элизы. Ни Энори, ни Иксмит, они не Элизе плееры. Ну, хотя на Элизе сейчас Энори играет, кстати. А, что-то у них 2-2 так и осталось, ничего не поменялось. Тут Элиза рашит ботинки. Ой, боже мой, за Элизу рашит ботинки. Можно я не буду это смотреть? Это фейспалм только что был от меня. Ну, или я Комара убил. Решайте сами. За Элизу рашить ботинки. Я тоже, по-моему, раз рашил ботинки. Но это, знаете, как говорится, царь может себе позволить все. Ну, вот у меня были. Я просто экспериментировал и понял, что это полная чушь. Эти 15 пинетры вообще ни черта не дают, как и на Эвелинке. Ну, тоже разные эксперименты проводил и понял, что это тоже чушь полнейшая. И то я это делал, когда, ну, жесткую доминацию над оппонентом имею уже. Бот лейн там без самунерок, я их убил, и у меня сейчас 6-й левел, и я делаю бэк. 6-м левелом иду снова их убивать. Ну, типа того. Ну, и думаю, ладно, давай возьмем ботинки, пинетру, больше дэмэджа нанесу. Приходишь, то же самое. Никакой разницы. Лучше бы взял просто обилити пауэр и скейлился. Или смайт бы себе, взял синий, было бы хотя бы замедленнее. Так, урон точно такой же, ничего не поменялось. Убить комарафа и спалмом. Да, шпунтик. Шуршунчик. Шпунтик. Дардош пикнул Севирку для Фаби, и Феникс сам себе пикнул Виктора. А Фроген нам талию показывает, ту самую талию, которую мы вчера видели. Против Фениксов он вообще на талии ни черта не сделал, если честно, и сыграл на ней отвратительно. Давайте честно признаем. Фроген проиграл по фарму Лейнинг Фейс, ни разу вообще за игру не ультанул. В тимфайтах ни черта не делал, и билд его вопросительный был по поводу того, что Фроген там много тестил, и разных билдов делал, но мы так и не увидели хорошего билда от него. Это был билд Рулай плюс Протобелд Хекстейдж. КДРа нет. Фроген демеджи не наносил. За медло толком ничего не давало. Но будем надеяться, что в этой игре он сыграет билд, который сегодня Дженсен показывал, и уничтожит Фениксов плюс 50 фарма, что вряд ли. Воу, да это Несарим походу будет для Дардоша, но у него пока флэш взят. Несарим с флэшом. Это Хекарим, ребят. Гост берет Дардош, потому что он увидел Фрогена на полезном для него чемпионе, и решил Дардош брать все в свои руки. Плюс Шен. Большие проблемы у команды Факсов. Ирелия это как байт получается. Тим Ликвиды пикают Шена, говорят, пикайте свою Ирелию. У нас есть против вашей Ирели уже есть Хекарим. И Кейфо, так знаете, улыбается, но в то же самое время понимает, что какая-то чушь получается. И пикают они Гнара, другого чемпиона, который на самом деле только на первых ловелах боится Хекарима. Дальше особо Гнар не боится Хекарима, и здесь останется только Элиза в попке. Ну и Лиза у нас мейнер, так что надеемся, что Кез сможет показать хорошую игру. А здесь Северка будет давать ускорение под Хекарима. Приятненько. Давайте посмотрим, что тут у нас. Тут у нас 5-2, ЦЛГшники походу выиграли. Они сделали здесь 3 килла безответных. Киллы достались Барду, правда, с Северкой. Ух ты, как Периан здесь задоджил, но это был такой риск, вообще неоправданный, чтобы залосить из 3 мопсов. Но смог это сделать. Преимущество слишком большое. По голде уже 4,5 тысячи, я не думаю, что. Фениксы смогут отбиться. ЦЛГшники, значит, победят. Сделают себе 6 побед, 6 поражений в сезоне. И если Фрогены победят сейчас, то будет у них тоже у Тим Ликвидов 6 побед, 6 поражений. Ой-ой-ой-ой, здесь Флэша ловит Кез. Кез должен вообще-то сейчас просто переуплатиться и бежать. Никаких проблем не должно у него произойти. Фроген поддамаживает. 2 варда было потрачено. Да, никаких проблем. Вообще, по-хорошему, Кез должен был на этот Флэш сразу переуплатиться в Паука и посмеяться ему в лицо. Кто не знает, Пауки в одном из патчей, я не помню, когда это было, 4.7, по-моему, это было. Пауки были исправлены, и они всегда, когда в вас летит какой-то спелл со спины, вы можете переуплощаться из Элизы, простой вылезу с детьми, и ваши дети окажут вас за спиной. Всегда. Такое правило просто игры. Они всегда у вас окажутся за спиной. И именно поэтому, когда вы делаете тавер-дайв чувака на вышке, и вы знаете, что вас тычила вышка выстрелами, после этого вы подпрыгиваете, вышка перестает вас бить, и вы приземляетесь, вам надо приземляться не в сторону вышки, а от нее. Тогда по приземлению ваши мопсы окажутся ближе к вышке, чем вы, потому что вы спиной приземлитесь, и ваши дети, и вышка начнет бить детей, а не вас. Сегодня был такой уже момент, я на него не обратил внимания, потому что мы его смотрели без звука, тут тавер-дайв был на меде, и Элиза приземлилась, и мопсы у нее оказались за спиной. И я про себя так просто, ну без микрофона я это смотрел, я просто про себя подумал, насколько же скилловый парень, он даже таких вещей не знает, а пикает Элизу. Это был, по-моему, Экс Митти, ну из предыдущей игры, там вот, ну то ли Экс Митти это был, то ли кто-то, кто там второй джанглер, я опять забыл, Инори, да, по-моему, то ли Инори был. Ну, короче, ребят, играйте за Элизу, смотрите, точнее, мои стримы, и учитесь играть за Элизу правильно, а не так, как эти ребята, которые, ну вот, Кес, я надеюсь, нам покажет класс. Здесь то, что он не успел перевоплотиться, мы не с самого начала этот момент смотрели, возможно, он в пауке как раз дотуда дошел, и поэтому у него просто КД было еще на паука, когда в него флешнулись, может быть, просто не успел среагировать. Ну, так или иначе, там никаких проблем, никаких флешей там не надо нажимать за Элизу, просто перевоплощайтесь и убегайте, спокойно и непринужденно, пауки вас прикроют от любого дэмэджа, который будет дальше идти, скиллшоты, именно. Ну что ж, смотрим за Фрогеном, Фроген пока идет впереди по фарму, дождь забирает красный лес, ну и то же самое по миникарте Элизу уже сделала, и Элизу вместе с Кармой смещается сейчас на мид, а Фроген тем временем, нет, Карма не пойдет, просто Элизу туда пойдет, а Фроген тем временем дал себя запушить, ну, правда, много урона на этом получал, но, возможно, сейчас какой-то ганг здесь получится. Нет, Фроген понял, что Элизу просто делает рапторов и передумал оставлять эту линию в таком неудачном положении. 21 мобец из 25 возможных сделал Фроген, и Феникс, судя по всему, сделает 20 мобцов, да, из 25 возможных. Фроген, Фроген, Фроген. Ну, это очень хорошо. Знаешь, все ее повадки. Так, надеюсь, Кейфо на втором левеле делает бумеранг. я пришел делать бумеранг сказал фроген не переживай и я пришел делать бумеранг ну и пришел и сделал же бумеранг то есть он никого не обманул пришел и сделал бумеранг я вообще не понял в чем этот план был его заключался то есть ну ганк он никак здесь организовать не мог фроген кидает феникса но при этом лазер ловит слишком долго фроген выцеливал свои скиллшоты в ответ получил феникса скиллшоты себе в лицо но мне нравится что фроген по фарма то идет впереди и заставляет феникса ошибаться и вот уже 36 на 31 даже этого не залосхитил да так и осталось 36 на 31 а по вышкам у нас размен произойдет все тот же дардош какой там дрэйки не обратил внимание сейчас мы увидим с вами бегуна это хороший для дрэй конечно же для хикарима фроген держится той стороны где его команда тусит но все равно придется сместиться немножечко ну кес здесь не смог кес на контрганг пришел но сейчас будет нажимать рекол она фрогена все же выходят и кес кидает стандарт уши попадает фрогена тоже ловят но так как здесь еще один лишний игрок оказался фрогену пришлось уже потратить флэш ну тогда хреново потому что дардош даже не потратил на это саму нерспелы свои афроген как-то вот скиллшот вот этот откидывание тратит мне кажется нерационально этого залосхитить ой не получилось мне тоже показалось что можно будет залосхитить под вышкой я бы как и фроген пропустил мопса вперед и ошибся бы два дарана у фрогенной ботинки он уже бэкался даже пропустил момент когда он бэкался у финикса после этого бэка даран появился фроген сейчас до бэковается дардош на меде фарм упускает нет не возвращается не успевал просто виктор там подойти и дардоша придется вообще это все забрать причем он все запорол ладно он справился но на самом деле он там из шести мопсов залосхитил 2 довольно смешно получилось ну и феникс проигрывает девяточку мопсов а фроген пошел в магресс еще один оригинал стронг билд мне не нравится эта идея я не вижу килл потенциала от виктора а джанглер все равно играет а д то есть в чем идея фрогена непонятно но фроген сейчас через шестой левел хочет ультануть на топ видят они дардоша про мяч пробегающего здесь дают по нему проказ дардош от флешивается ой от флешивайте от ульчивается и на коне на своем убегает много урона он потерял не потерял потенциал килла на долгое время на самом деле еще и здесь на вардах он находится хорошо очень факты по варда мне сейчас отыграли синий баф почему-то виктор не идет забирать и в итоге дардош его себе забирает что это что только что было я редко просто такое вижу что на лкс и синий баф не отдают мидера но в реальности здесь не отдали синий баф мидеру просто просто не отдали и все фроген получил синий баф и чё сейчас феникс будет делать фроген пошел мало то что в маг резку то есть не может в ответ феникс наносить по нему урон так еще и фрогена синим бафом сейчас просто будет ярить и ярить свои спеллы по нему ну посмотрим но там очевидное отставание сейчас 11 мопсов отставания заметьте я думаю она увеличится до 20 из-за того что сейчас фроген тут будет творить на меде а дардош говорит мне это нужно ребят сейчас я еще красный себе возьму кес выдумывает здесь ганг но это опять контр-ганг лишь посидел посидел кес в кустах но так и не дождался ганга от хикарима бордов очень много поставлена тут киеву борзеет на мата но это только потому что фроген сюда собирался прилететь фроген дает проказ но от флашивается мат и остается в живых не дотянулся фроген и не смог перекрыть проход полностью он понимал что уже не успеет нормально поставить стенку чтобы они застряли на той стороне но они в итоге все потратили флэши но это не с этим было связано о здесь кейфо нашел себе форме неплохо кеза будет ловить хека тупанул дардош вышел чуть раньше из кустов и кез увидев это тут же отбежал назад фроген возвращается на линию говорит кейфо свали свали нафиг кейфо и сваливать нафиг кейфо фроген теперь будет фармиться правда фроген остался один да и хека здесь бегает мешает ему хекке откатилась уже ульта и и пинки попадали команды факсов но они с ними хорошо отыграли на самом деле я бы назвал это даже невезением то что они не смогли сделать киллы которые могли сделать все же они вот здесь вот не сделали киллы но сняли сам универспелы на миде не смогли убить дардоша тот убежал это будет все вложение вот в эти три пинка было но смогут ли они и дальше вкладывать деньги в пинки а здесь кейфо решил оставить вард на защиту и только потом пойти фризит линию это мне кажется правильный ход дардош же играет у нас просто фарминг конь откармливает он себя сеном очень серьезно так откармливает сеном чтобы потом аки конь пожарной в летать и всех убивать но пока до этого он еще не дошел даки коня пожарного а виктор а виктор чуть я не угадал я сказал что он будет отставать до 20 мапсов до 17 упал сейчас он прибегает спасать там wave ну сколько он залаз хитит кстати неплохо залаз хитит но тут кейфо еще много забирал на миде из-за этого он с шеном выровнялся по фарму проигрывал он эту линию этом шин хорошо зафрезал только за счет санфайра линия отпушилась вы могли видеть тут вот пока все здесь вот творили фоксы шин вообще вот здесь стоял не очень тяжело было кейфо туда прийти но шин за счет санфайра все же линию сад пушил и вот теперь кейфо уже пушит сам потому что понимает что до блэк ливера кесс решил соло сделать дрэка неплохая идея у тебя есть джанглерский айтем пробежать только надо вперед ну смог смог на знает магиот а зачем ты что кесс ты уже сделал его зачем ты перевоплотился боже что за несмешимые носки не смешим мою паучиху он уже его сделал и зачем ты перевоплотился просто да вы перевоплощаетесь а дракон фокусил был выпулен это первый пункт второй пункт он фокусил ваших пауков он иногда иногда теряет агар не всегда ребят не всегда но иногда теряет а то есть я не говорю что вот он тупанул и а гордракон потерял нет там иногда мог не потерять агрессию ну в данном случае потеряла и восстановил себе 600 хп дракона но самое главное там не было никакого смысла оставайся и бей дальше дракон все но тебя не трогает он трогать твоих пауков у тебя все еще два паука остаются дамы что все еще наносишь перевоплощаться чтобы дать проказ двумя спеллами один который нанесет 150 2 который нанесет порядка 180 это кушка 180 потому что дракона мало хп хоть ты и максим но у дракона мало хп кто не знает чем меньше хп тем меньше наносит кушка в человеческой форме то есть там где-то 180 будет w нанесет от 90 до 150 в зависимости от того насколько замок шина сейчас я увидела на нее не было замок шина то есть это будет 180 плюс 70 вот сколько он нанесет урона дрейку в этой форме и потом перевоплотиться назад и дать кушку снова ну не знаю это глупо то есть просто стой и бей с автоатакой потом давай кушку с откатанной w она уже откатилась у него с ускорением пауков еще своих с агреш ну ладно обисел купил фроген здесь врыв идет киев а кифа не отфлешивался почему-то сразу пытается задолжить это у него получается но прилетает на таунте шин и цепляет бедного киев а как я уже много раз говорил если вы видите что вас кидает бард кушку и это не тот момент что обычный харасс а скорее всего у вас собирается убить лучше сразу от флэшится честно лучше сразу от флэшится окей шин улетел что на этом сделает гнар гнар задоняет много мопсов и гнар пофармится но и лиза сможет ли лиза как-то проявить себя или за проявила себя неплохо кстати сейчас можно шена за товар давить и лиза шена надо товар нет она просто стреколилась куда она делась а не она не стрекоз она пыталась на големов подпрыгнуть на големов там не оказалось теперь она здесь ждет дардоша кидает в него прокаст дэмэдж наносит тут фроген подходит и дардош вторую ульту нажимает уже на эскейп от этих парней которые их вот так вот подхорашивают фарм на меде к сожалению фроген не добился преимущества такого которого хотелось бы но я думаю это все же связано с тем что фроген пошел в абиссал с абиссалом он не наносит сейчас дополнительный урон по виктору который мог бы ой и ну что это такое и экзост надо кидать конечно же было перефлашивайся успел дать экзост я боялся бик умрет просто так у коня был гост абсолютная ошибка дардоша что он не нажал гост и надо быть кифу сейчас очень аккуратным и не вылезать красный баф здесь воруют или за это знает туда она конечно же не пойдет уже она смещается к виктору но виктор занял хорошую позицию со стороны как раз своей команды и лиза на контрганге опять сидит кес у нас играет только на контргангах такое впечатление что это лучшее что он смог придумать за игру на элизе не делать ни одного своего ганга зато не одного tower-дайва но зато делать контрганги контрганги за и лизу неплохо работают потому что вы всегда ловите оппонентов кейфо перепрыгнет да ну и назад час отберет все хп который снял у него лаура хотим и так уж он и в плюс разменялся ух да что ж так не прет то какие хорошие кушки дает мат подходит сюда big дает свой кухан дает ускорение дает w по фаби но фаби получает себе подкрепу и бига тоже ловит у него нет флэша но и лиза здесь вовремя спасает дардоша не откатилась еще ульта да опять по мат попадает кухан как он играет ребят или за приземляется отфлэшивается киеву впрыгивает дает стан попадает в мата только лишь к сожалению один килл в ответ забирают факсы и разменивать трех игроков на одного но в реальности ситуация могла быть еще хуже они могли просто отдать трех игроков то что творит мат на барде это шикарно на брауме это шикарно ну и на барде кстати он тоже шикарен просто вот все четыре кила это не просто вот кто-то скажет ну да у нас есть ты получил наверно поэтому ты говоришь что он хорошо играет это все он сделал остальные игроки ни черта не делали для этого он попадал такие кушки которые вот как вот в эту кушку вообще можно было залезть но залез киев не увернулся потом щит поставил мат не дал нанести урон по фабе никакущий ну и дальше кифа слили и сейчас будет еще одна кушка от мата смотрите смотрите внимательно прыжок и кухан ой здесь фабика поймали вместе с мобраумом я порадовался за них но киев тут же вернулся в игру у него был уже power spike потому что он купил себе ghost blade с последнего бека и за счет ульты нет нет это не за счет ульты талии это просто за счет хорошей ульты они как никто здесь не улетел а как это произошло а повтор хочу а повтор пожалуйста нам но камбэк просто шикарные организовали факсы и дрейк сейчас будет и не успевает фаби с матом воскреситься чтобы пойти сюда гнар даже должен наверно спускаться хотя может даже не спускаться тут хека может только через ульту пытаться пересмачивать хека бежит фрогена пытается цепануть фроген отпрыгивает и кес испугался кеза ускорили и да дают они дрейка кес испугался ребят заканчивать дракона очень хороший конь ворвался напугал он фрогена фроген от флешился после этого кес испугался заканчивать дрейка и отбежал смайт войну он там поиграть уже не мог это было 4 на 4 шин конечно была возможность у него прилететь на ульте да и на телепорте на телепорту не нажал так что он уже не считался ну ладно оушен дрейк это не боевой дракон так сказать не страшная потеря по дрейкам счет у нихся ну 1 1 остается кеза я я я я он сейчас может умереть убегает на перевоплощаться кидать стану что ж ты так ну кезочка уже давно надо было перевоплотиться кинуть стан очень плохо сыграл здесь кез и ки фо застрял на топе зачем-то начал сражаться с шеном проиграл войну дардош его замедляет ки фо пытается прыгнуть но флэш таунт от лаура не знаю зачем флэш здесь тратил они без флэша легко его убивали ошибка была конечно а здесь отключил фроген двух игроков но шин нажимает телепорт фроген здесь один а где где киф то зачем лиц он не успел еще подойти фроген сделал инициации получил просто контр инициацию от мата мат поставил просто свой щиток ульту и фроген никакого урона не нанес по фабе и поэтому фабе остался в живых но ошибка была конечно начиная все ски кеза кез очень плохо сыграл и механически за и лизу его поймал виктор он должен был про перевоплотиться кидать в него стан и после этого пытаться убегать а он решил просто убегать от феникса который гост включил то есть ты никак не убежишь от элизы здесь элизы здесь от него и отдали 2000 команда fox ни на чем вот честно ни на чем и киев увлекся непонятно зачем шинам сражаться и фроген сделал инициацию когда люциан не успел еще подойти фроген получает синий баф может быть с ним сможет дальше сейчас как-то поактивничать но опять какой-то дурацкий билд у фрогена очень мало кдр а рулай плюс обисал он очень сильно боится ваншота от виктора судя по всему поэтому собрал у нее есть когда р 10 процентов но этого маловато и мана регена у него нет поэтому даже синим бафом он не может спамить ману так как хочет дардош же у нас уже наверное стренькой он два ассиста получил за последнее время и вышку на меде не байкал сам все это время но дардош решает купить только один одну составляющей и загрейдить до конца себе фляжку плюс еще два пинка купил он кто не заметил не там два написано пинка вместо 1 не это мне кажется извините мне кажется это один пинка есть приблизился к монитору мне показалось что это два число но не они это один пинк ловит снова дардош это видимо очередная будет ульта out нет не хватает уже дэмэджи чтобы его ловить там сайт дардош все но пошел фэйсчекать на этот раз он ультует кеза кеза надо подпрыгивать приземляться и отфлешиваться да это он смог сделать молодец ошибка была кармы здесь она оставила почему-то кеза в одиночестве но пытается как-то через гнара сыграть факсы вы видите что гнар ни разу не реколился это не ни разу не помогал своей команде еще но он прилетел тогда они разменяли его на килл дополнительный это было неплохо там любом случае третий игрок умирал правда непонятно кто дардош без ульты делает толл ин в бига киев а киев пытается раскатить отфлешиваются таунт идет очень хороший феникс дает ульту и два игрока умирают киев прилетел но непонятно куда фроген ультанул но непонятно куда да без аневии конечно команда очень слабо выглядит киев о вот сейчас не надо было лететь не хватит дэмэджа фроген знаешь почему не хватит дэмэджа потому что морелки нет жути сраный обисал который дает пенитру это конечно прикольно но нафига на тебя сдалась и шин уже 305 куда фроген ультанул давайте смотреть фроген он никого не перекрыл он браума перекрыл браум не мог подойти это единственное кого он перекрыл но четыре игрока все но смогли сделать tower dive лучше бы тогда браума убил не знаю но все еще стали эту игру факсы 2000 не отстает давайте пока здесь не вроде не будет сражения посмотрим что здесь здесь игра закончилась в пользу кого ну берут интервью стикса и видимо целый грешники одолели да как я думал 18 7 жесткий разгром они учинили за ту победу которую факсы у них позиний факсами феникса у них забрали а факсы у нас здесь появился хороший билд уже у кейфу и вот теперь он шена может убивать машина делал уже 3 кило и 2 асиста я не знаю ребят сможет ли он его теперь убивать и кес у нас в носу ковыряет кадр ботинки зачем-то купил хотя очевидно что надо мерки покупать там потому что и виктор магическим уроном обладает и фир есть и таунт есть и пассивка мата есть тут обязательные мерки были 10 процентов кдр набирать надо по-другому а пытается сломать вышку таунт происходит по кифу киф легко этот таунт уворачивается но честь будет продолжаться фроген сейчас должен ультой отрезать игроков но фроген решает что не стоит этого делать кифу не нажимает телепорт потому что у него его нет и по моему все ребята с этой игрой все понятно кес тоже отдает килл ему некуда приземляться знаете мне вчера казалось что факсы пытались играть 311 но мне кажется они не пытаются играть 311 они просто не понимают как играть командно они не пытаются играть 311 пошла ульта афрогена ну внутри просто в на шорпите оставил трех игроков а какой толк от этого пока мне не понятен пошла ульта киф мат не получает урон и остается в живых кифу не становится мегагнаром и поэтому от него тоже никакого толку никто не умер зачем фроген ультанул я не знаю ребят он сейчас только все испортил своей ультой если он не ультанул возможно оппоненты бы за с вот серьезно есть он не ультанул оппоненты могли бы засадь и попытаться наоборот в них ворваться вот здесь фроген должен был ультануть сразу просто блять сразу без каких-либо остановок сразу отрезать чтобы удар доша не было желания вот такой делать инициацию если он делает инициацию то ульта уже успела бы перекрыть этот проход он должен был улететь вот отсюда вот так вот и команда бы пробежала его ульту а остатки этой команды то есть вот лаура и мат они возможно не успели бы добежать даже если бы не успели добежать сливаем бига и убегаем вдвоем а у нас как бы ну кейфо там дальше пофармится получилось что получилось но кстати они дрейка там оушена забирают сейчас под шумок пока на бэке была вся команда тимлика там показывают повтор ну хотя баушен дрейка забрали ну и опять мат делает прыжок на коня опять дает кушку шикарную очень классно играет мат сегодня 3000 преимущество команды тимлик это она сейчас будет нарастаться потому что у них нашор пока с нашором они в минус сыграли минус 500 голды но вот и вышка первая упала и надо люциану было сейчас пробежать вперед и ультануть а он остался теперь уже бежать поздно блять я не знаю ребят сразу надо было бежать вперед и ультить они сейчас все на ультить надо ну правда уже матом поставят щиток и просто то плейн вышка тоже падает это ужас это просто ужас ребят как плохо играют эти игроки если фроген не на ниве я не знаю это просто небо и земля если мне не показывали что это за команда здесь играет фрогена большие проблемы его дардош унижает просто в говно не знаю что тут дело фроген почему он так далеко ушел ну решил видимо что он может спокойно против коня здесь ходить против коня даже к фоне можете позволить ходить так но это заход наверх минус ингибитор потому что что потому что люциан не мог пробежать вперед и ультануть когда была такая возможность и вот с этим паком мопцов тем ликвиды протащили два пака две вышки извините ингибитор как он попал очень хороший но феникс рано ультанул он просто выигрывает время команда тем временем заканчивает игру киеву как обычно никуда не телепортируется у него команды нет такое впечатление он считает что играть надо в соло ну и кез делает flash стан по фениксу зачем я не думаю что киеву там и инста победит фроген ультанул оставил игроков но дардош дает много урона правда киев его может быть убьет убивает элиза подпрыгивает дожит много всего киев дальше прыгает но попадает под матовский щиток и чудом просто выживает матовский щиток был очень силен фроген наносит урон и делают таки килл они и биг еще продолжает покойню ускоряет кеза кез должен на ешке прыгать ты издеваешься у тебя откатилась ешка уже но еще одно ускорение убега сейчас откатилась давай ускорение жми я знаю что она откатилась у тебя жми ускорение на кеза нет тут уже все не вот далее ускорение но теперь то есть у тебя прыжок ура есть прыжок переуплощайся боже мой что ты делаешь какой какой к черту кушка ты должен прыгнуть переуплотиться дать стан и отбегать потому что в тебя сейчас пылой полетят я не знаю ребят у меня горит у меня горит от и это как бы мейнер вроде бы но столько ошибок механических ошибок он совершает это все механические ошибки это то на чем я корову съел уже пауков съел вот здесь было хорошо приземлился ешка была потрачена заметьте где была ешка потрачена сейчас он будет чейзить и ешка уже сейчас откатится время идет 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 она уже откатилась он 13 лавала должна была уже откатиться может быть там одна секунда разница плюс-минус одна секунда ну не плюс минус тут если плюс то он точно уже откатилась ну минус одна секунда возможно возможно одну секунду я в голове своей не почувствовал но мне кажется она там уже откатилась учитывая что он с кдр ботинками она должна была точно откатиться я-то вообще без кдр и последнее время играя за элизу у меня бы она откатилась ну черт с ним как грустно но механику он показывает так себе но они килл в ответ сделали но у них база на топе сломана и гнар который играет в га не показывает пока вообще ничего ребят шин тем временем 406 и здесь ломается вышка и фоксы встали в свою любимую позицию раком и тем ликвиды с удовольствием используют эту позицию себе на пользу имеют как раз у траком фоксов лису имеет конь пошла ульта от фрогена перекрывает он дардоша это хороший ход но где кей фото кей фото к сейчас прилетел флешится станет он только мата дардош сейчас будет контр врыв делать но он пока не знает как ультануть хорошо здесь ультует не очень хорошо если честно но задевает кифа и это было важно кифа он за отдел он не задел остальных игроков но задел кифа а это было важно ребят и без кифа команда сразу же потеряла дэмэдж потому что фроген не играет с морелкой нет у него дэмэджа и во вторых он уже на этом поле много раз дрался и поле было working ground там так это называется она уже была обработана и поэтому фроген не мог много урон нанести тут по дардошу много урон наносит фроген пытается почистить вэйв но нечем чистить вэйв флэш и таунт по да по фрогену бига нет микаэля я не знаю по какой причине он его не собирал но видимо микаэль не нужен сказал он и к сожалению ребят факсы не творят чудо точно так же как они творят чудо фениксы обе команды проигрывают 21 сыграли лучше чем обычно но на этом ничего не меняется какого хрена ты станешь лаура куда ты прыгаешь а там бар кстати умер каким-то чудом киев его расстрелял дардоша решил отомстить за это и мстит очень хорошо убивает правда не очень битыми остаются и можно лаура здесь убивает но лаура слишком танковый а виктор слишком много наносит урона ребят это конец не играйте талию так как фроген он кстати микаэль этот морелку собрал но уже к этому моменту должен быть вот став а не морелка не нужно было покупать обе сал до диас тут много ошибок от фрогена было и от гнара обсуждает что-то фроген вроде улыбается вроде доволен считает что они выше головы не могут прыгнуть но по мне могли прыгнуть выше головы в этой игре просто надо было чуть лучше сыграть они не сыграли чуть лучше сыграли как обычно как обычно победить не получится ну что ж ребят